В этом году мы отмечаем большой юбилей 300 лет Чаускому Острогу. Большую работу в этом направлении ведут и архивные службы района. Чтобы разобраться в противоречиях, они выезжают и в Томскую область. Совсем скоро документы, касаемые Колывани, будут опубликованы в районной газете «Трудовая правда». Вот вы знаете, история Колывани очень интересна и в то же время очень противоречива. Как известно, Колывань началась с Чауского Острога, который был построен в 1713 году. Постепенно военное назначение Чауского Острога утратило значимость. И с середины XVIII века Колывань, будущее или село Чаус, уже стало чисто гражданским населенным пунктом. Сложность истории Колывани связана в первую очередь с тем, что Колывань в Сибири была не единственной Колыванью. Была Колывань Алтайская при Колывано-Воскресенских заводах. И одно время, с 1783 года до 1797 года, Берск назывался Колывань. Почему это было? Это было, вернее, по велению императорскому. Но кому пришла такая мысль в голову, мы не знаем. Поэтому, когда мы стали поднимать историю Колывани, и в частности в Томском архиве смотрели документы, то для местных краеведов возникла очень сложная такая дилемма. Нашлись документы 1798 года и вплоть до 1800 года по Колыванской ратуши. И поскольку по содержанию они никак не могли относиться к Колывани Алтайской, то Берска, как Колывани, уже в то время не существовало, то однозначно наши краеведы пришли к выводу, что эти документы относятся к Колывани нашей. Отсюда и празднование в свое время 200-летия Колывани в 1997 году. Но, как оказалось, документы эти относятся все же, как потом выяснили мы, документы относятся все же к Колывани Берской, потому что, сняв название Колывани из Берска, название ратуши одно время оставалось еще Колыванским. Дальше противоречия в истории Колывани не заканчиваются. Мы знаем о том, что в 1822 году Колывань, вернее, село Чауское было переименовано в Колывань. Колывань, мы тоже все знаем, что почти год была назначена губернским городом, и все же после этого она оказалась окружным городом или уездным, иначе. В середине XIX века Колывань вообще стала безуездным городом, то есть это самый низший статус города с упрощенным самоуправлением. И затем интересные документы нашли мы в Томском архиве, которые говорят о том, что в течение очень многих лет колыванская общественность хотела вернуть статус окружного города нашей Колывани. И попытки эти были очень долгими, они продолжались вплоть до конца XIX века. И с переменным успехом попытки решить этот вопрос были в зависимости от того, кто вставал на пост губернатора Западной Сибири, и от того, какую позицию занимались часто сменяющиеся томские губернаторы. В 1874 году попытка вернуть Колывани статус окружного города увенчалась неудачей. Из Петербурга пришло окончательное решение о том, что Колывань остается за штатным городом. И в течение 20 лет попытки вернуть прежний статус Колывани больше не предпринимались. Но интересен такой факт. В 1894 году очень как-то спешно томским губернаторам инициировался вопрос о возвращении статуса Колывани и административном преобразовании томской губернии. И случилось это после того, как и в Бийском уезде на Алтае были произведены административные преобразования и был выделен Змеиногорский уезд. Наверное, не очень удачное время выбрано было для того, чтобы снова поднять вопрос о статусе Колывани. И так оно и оказалось. Все попытки переписки с западно-сибирским губернаторством, с Петербургом, они не увенчались успехом. И в принципе ожидать-то уже успеха в этом вопросе и нельзя было, потому что в это время, мы все знаем, рядом с Колыванью уже развивался новый город, Новониколаевск. Перспективы развития Новониколаевска, конечно, были гораздо более преимущественными, потому что располагался этот поселок на Транссибирской магистрали, рядом была, и еще тогда и Московско-Сибирский тракт действовал. И поэтому нашли мы в Томске документы о том, что в 1903 году дело об образовании Колыванского уезда было окончательно закрыто и передано на хранение в Томский архив. И после 1903 года уже попыток никаких не предпринималось. А дальнейшая судьба Новониколаевска Колывани нам известна. В марте 1917 года Новониколаевск стал уездным городом, центром Новониколаевска уезда, а Колывань в 1925 году вообще стала селом.